Все больше наблюдателей, устроивших самостоятельное расследование феномена Феофания, после публикации известного заявления Геллитея, бывшего начальника охраны президента, приходят к выводу о том, что он таки прав. Как известно, Геллитей заявил о том, что он лично присутствовал в клинике и, как профи, не заметил там признаков присутствия первого лица. В таком заявлении нет и ничего удивительного, поскольку каждая стандартная ситуация, в том числе и нахождение первого лица в клинике, запускает в действие соответствующий и строго выписанный протокол действия охраны. Там четко указано, сколько нужно личного состава, какого именно, где он должен присутствовать, с каким снаряжением, вплоть до мелочей, вроде питания личного состава, когда это длительное и круглосуточное мероприятие. Мне прямо не приходилось сталкиваться с такими мероприятиями, но в качестве стороннего наблюдателя пришлось видеть организацию чего-то подобного в Крыму и Донецке еще во времена Горбачева. Да что там, президент, я лично видел, как была устроена охрана клиники Оберих, когда туда из лагеря на операцию привезли Юрия Луценко. Кстати, там удалось видеть Луценко пару раз, идущим с охраной по коридору, и, что хочу отметить, Луцик был бодр и весел и даже отвечал шутками на обращение к нему случайных посетителей клиники. Все время с улыбкой. Потом мы видели умирающих Корбанов и Насировых с капельницами, клетчатыми одеялами, носилками и с видом, как будто они смертельно ранены в самое неподходящее место, куда залетел снаряд калибром 155 миллиметров, но не взорвался. В общем, те, кто там что-то бодро рассказывают о Луценко, пускай знают, что вел он себя на порядок достойнее, чем вся остальная публика с инфарктами и диареями. Но все это к тому, что это лишь со стороны может показаться, что подобные вещи происходят чуть или не спонтанно, а особенно когда речь идет о первых лицах. Другое дело, что вы можете не видеть большую часть личного состава задействована в конкретном мероприятии. Но это не замечу я или вы, и хотя бы потому, что мы ничего такого не ищем, а проходим мимо поглощенные своими мыслями. Но если даже человек, не подготовленный специально, но внимательный и умеющий мыслить логически, безусловно обнаружит массу необычных моментов, которые не укладываются в обычный ход событий. Например, он не будет знать наверняка, что это за типы сидят в машине или внешне бесцельно шатаются по территории, либо сидят в виде посетителей в то время, когда никаких посещений нет. Ну а тем более, когда речь идет о людях, которые примерно или даже точно знают планы таких мероприятий и принципы расстановки сил и средств при подобных мероприятиях. Им достаточно увидеть отсутствие номеров в местах, где они обязаны быть, и ему понятно, что никаких мероприятий по обеспечению безопасности первого лица в это время и в этом месте не проводится. Собственно говоря, несколько источников как раз и подтвердили то, что никаких следов службы охраны президента Феофании не обнаружено, а значит его там нет. Тем более, что я не лох помешан на собственной безопасности и возит с собой батальон охраны, куда бы его не занесло. Что же это получается? Какое-то время население Украины насильно заставляли смотреть сериал «Слуга народа» с обрюзшим Голобородько, а теперь он для всех играет роль Карлсона, который говорил малышу о том, что он – самый тяжело больной человек в мире. Отсюда следует, что мы еще можем увидеть роль крокодила Гены, который плоский и зеленый, и когда ложится на клумбу, его совсем не видно, чтобы у прохожего из-под носа выдернуть кошелек, ну и конечно был еще мультиклошарик. И это все при том, что страна уверенно сползает в ковидную яму. С этим надо же что-то делать!